В Ульяновске впервые стартовали детские дельфийские игры для участников от 5 до 9 лет. Юные таланты региона поборются за звание победителей в номинациях инструментального исполнительства, где представлены фортепиано, струнные, духовые и народные инструменты, художественное чтение, изобразительное искусство, народное эстрадное пение, современная хореография, театр мод, цирковое искусство и техническое творчество. А сегодня мы открываем первые детские дельфийские игры в Международный день детской книги. В день рождения знаменитого сказочника Ганса Христиана Андерсена. Именно поэтому площадкой для торжественного открытия игр выбрана Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени Аксакова. В ней располагается культурный центр детского чтения. В номинации «Художественное чтение» участвуют очень артистичные и раскрепощенные дети. Только звякнет телефон, то не шепчет и думал. Стал ласковый и крох и ходит легкую походкой. По утрам поет, как птица вдруг, и младшая сестрица просыпается чуть свет. Говорит, пора влюбиться, мне почти 13 лет. Среди участников фольклорного пения не менее сильные музыканты. Аня Курамшина участник номинации «Народное сольное пение». Пироги, пироги, пышные вкусные. Пироги, пироги, мясо с капустой. Большое число участников представлено также в номинации «Изобразительное искусство». Это в основном дети дошкольного возраста. «Рисовал красками, карандашом и масляной пастелью». А вообще нравится рисовать тебе? Да. Много у тебя уже рисунков? Ну, да. Что еще есть? Какие работы? У меня есть цветы, шарики, снеговики, осьминожки, рыбки. Педагог Арсений Елена Светина говорит о юном живописце с теплотой и отмечает его светлое видение в рисунках. «У меня вот Арсений Чехмалин рисовал курочку-рябу. Очень эмоциональная работа. Вообще ребенок очень такой незакомплексованный, очень открытый. И вот у него все работы на масленицу, на другие темы он рисует очень эмоционально, очень интересно». За Арсением не отстает и его коллега по цеху Маша Иванова. Йоная участница творческих испытаний представила на соцжюри картину «Зайчья избушка». «Сначала я раскрашивала все, потом сначала масляной пастелью, а потом уже акварельными красками». Среди участников есть творческие личности, которые пока еще ищут себя в искусстве. Кира Костяева занимается в Ульяновской дышею номер 7, где круг ее интересов довольно обширен. На играх она пробует свои силы в качестве чтеца. «Я занимаюсь сольфеджио, хор, театральное, еще фортепиано». «Что больше всего нравится, вот из перечисленного?» «Фортепиано». «Что играешь по фортепиано, какие пьески?» «Брамс, Моцарта и вальс». По итогам конкурсных испытаний жюри, в состав которого входят известные деятели культуры региона, определит обладателя гран-при победителей и лауреатов. Напомню, молодежное дельфийское движение в нашей стране началось с 1999 года. Состязания в искусственной территории Ульяновской области проводят с 2009 года. В них принимает участие творческая молодежь с 10 до 25 лет. С нынешнего года впервые стартовала Детская лига талантов. Антон Никонов, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.